МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это «Простые вопросы». Прошедшая 5 июля вела ночь в Благовещенске показала, что уже несколько тысяч жителей города давно пересели на двухколесный транспорт. Но условий для их передвижения нет практически никаких. Как можно улучшить жизнь велосипедистов и обеспечить при этом безопасность пешеходов? Сегодня мы поговорим с нашим гостем Михаил Кобзарь, волонтер акции «Вела ночь-2014», член клуба «Амурбайк» сегодня в студии. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы будем, может, на «ты», потому что мы достаточно уже знакомы давно. Сначала прошедшая вела ночи. По некоторым оценкам было около 2000 участников. Сколько можно предположить вообще велосипедистов в городе проживает? В городе довольно много велосипедистов, но велосипедов больше, конечно, потому что не все катаются на них. Но много людей, которые покупают велосипед и на нем иногда ездят. А касаемо профессиональных, которые перемещаются каждый день на велике, ну, конечно, я думаю, тысячи там пять, может быть, наберется. Но при этом постоянно идут продажи новых велосипедов, да? То есть вот это вот количество велосипедистов выполняется? Ну да, это тренд такой хороший, позитивный. Сейчас модно купить велосипед и на нем иногда выбираться, вот хотя бы даже на ту же набережную. Достаточно ли были технически готовы велосипедисты к вела ночи? Да, я думаю, все достаточно готовы были, потому что заранее было об этом известно. И люди, которые собрались, порядка 2000 человек, они готовились примерно неделю вот так вот по опросам. То есть многие говорили, да, мы этого ждали, мы хотим, значит, они могли это сделать. Какие условия они должны были соблюсти? То есть здесь и фонарики, да, должны быть? Условий много довольно. Ну, во-первых, это самооценка, могут ли они проехать, во-первых, ночью, во-вторых, по дороге. Касаемо технических моментов, главное, чтобы велосипед ехал более-менее со средней скоростью, и были тормоза. Конечно, по правилам необходимо наличие светоотражающих элементов, желательно фонарей, но не у всех это было. Но у большинства было? Не у большинства, у меньшинства. И в итоге мы не стали проводить какую-то фильтрацию, отбор выпустили просто всех. Сбор проводился около часа. Вот этого времени хватило, чтобы все успеть? Ну, мне кажется, даже чересчур задержали выезд, потому что народ в колонии вот уже стоял на площади Победы и ждал с нетерпением. Ну, и вот волонтеры тоже катались туда-сюда, не знали, что делать. Можно было это покомпактнее сделать. А вот в плане подготовки до мероприятия, там, за несколько дней, за неделю, стоило собраться. Об этом говорилось пару дней назад на совещании по итогам этой велоночи с представителями ГАИ, ГИБДД, с велосипедистами, волонтерами. И вот там как раз мы решили, что будем в следующий раз собираться заранее, обсуждать, что кто должен делать, какие у кого будут права, обязанности. Тогда будет все более организовано. Каким составом будете собираться? Узким, организаторским? Составом, конечно, организаторским. То есть организаторы Велоночи, клуба Мурбайк, само собой, ну, группа волонтеров в большем количестве уже, потому что в этот раз не хватало. Какие нарушения допускали велосипедисты, когда уже колонна двинулась в путь? Нарушений особо страшных не было. Единственное, выезжали все на всю ширину дороги, ну, практически дороги, потому что правая полоса. Надо было ехать по правой полосе, многие заезжали на левую, а некоторые там даже и навстречу. Ну, мы их гоняли уже, конечно, тогда. А в целом, несколько было выпивших, некоторые курили, ну и все, страшных каких-то вещей не было. А реально было их отстранить как-то вот с помощью? Может быть, я не знаю, машина ППС должна съехать? Ну, реально было, да, но в основном внушения делали, и все, все успокаивалось. Ну, то есть они каких-то особых неудобств тоже не доставили? Нет. Какие плюсы вот есть от этой «Велоночи»? Ну, плюсы, самое главное, это то, что народ собрался, именно велосипедисты, и не в узком смысле спортсмены какие-то, или те, кто постоянно катается, а вообще те, кто хоть когда-нибудь перемещался на двух колесах, и люди поняли, что велосипедисты – это не что-то отдельное от пешеходов или автомобилей, а это все, собственно, дорожное движение. То есть нельзя отделять пешеходов, велосипедистов, и транспорт более тяжелый, потому что это все единая структура транспортная. Ну, вот сейчас велосипедистов ни к пешеходам нельзя отнести, ни к автомобилям, да, то есть ни к транспортным средствам как таковым, потому что велосипедисты – это отдельное движение, велосипедных дорожек у нас нет. Вот это сложность на сегодняшний день. Но если говорить о так называемых покатушках, то есть место, на котором велосипедисты, собственно говоря, катаются днем, особенно вечером, это набережная Амура, улица Краснофлотская, и вот там есть асфальтная дорожка, по которой ездят и роллеры, и скейтеры, и велосипедисты, и люди ходят, и мамы с колясками. В общем, вот такое хаотичное движение. Я вот знаю, что по итогам совещания, по итогам совещания «Вела ночи» было принято решение направить обращение в городскую администрацию на имя исполняющего обязанности главы Александра Козлова с тем, чтобы нанести разметку велосипедную вот на эту дорогу. Здесь вот ожидаете упорядочения движения действительно? Ну, вообще, если брать набережную, то это место общественное для гуляния, и поэтому все, кто на ней находится, пешком, на роликах или на велосипеде, на чем-то еще, то они просто выбираются погулять. То есть, естественно, разделять потоки необходимо. Ну, вот данное введение, когда там нанесут разметку, а когда-нибудь это случится все равно, так или иначе. Во-первых, я так думаю, что разметка эта будет нанесена просто так, чтобы она была, во-первых. А далее народ не сразу поймет, что это такое. Как она выглядит? Выглядит по-разному абсолютно. Абсолютно зависит от того, как она будет в плане выглядеть, наверное. Потому что просто так ее нанести нельзя. Это тоже дорожная разметка. Ну, там что, велосипед будет нарисован? По идее, это кружочек, в нем внутри нарисован велосипедист, и это вот краской нарисована полоска на асфальте. Вот и все. Обычно в России, на западе, где-то вот в городах крупных так и делают. Берут, отделяют, как правило, кусок тротуара или кусок дороги. Ну, вот здесь, в данном случае, асфальтированная дорога. Понятно, тротуары там мощеной плиткой. Там не будет. Здесь, на дороге. Что для пешеходов, какая информация? Что туда нельзя ступать? Для пешеходов будет информация, что там нарисован человечек на велосипеде. И все. Люди по-прежнему будут там ходить, ездить с колясками, с детьми, просто так пешком. Велосипедисты будут ездить по тому участку, где ходят люди. Но, как бы это вот сейчас не сработало, в этом году все равно сознание это отложится, что потоки необходимо разделять. И рано или поздно люди поймут, что вот не надо туда лезть, где ездят быстро, и не надо там ездить быстро, где ходят дети. Да, на велосипедную дорогу. Но все-таки ступать туда не рекомендуется. Не рекомендуется. А я знаю, что у тебя есть опыт из других городов российских, да? Ты видел, как там организовано велосипедное движение, именно вот разметка. Вот расскажи, что это за опыт. Проблемы те же самые. Это Санкт-Петербург, Москва. Собственно, у них есть достаточно интересные программы по развитию велодвижения, как отдельного прогулочного в парках, так и части транспортного обеспечения вообще вот этих столиц двух. Реализация хромает по-прежнему, потому что делают все вот так, чтобы было. Разметку наносят неправильно, ее, собственно, нет в планах и не советуются ни с пешеходами, ни с велосипедистами, как правило. В нашем городе, наверное, это будет нанесено правильно, если есть люди, которые могут посоветовать, как? Ну, пока нет, потому что это все делается не за один год и не два, а должно быть заложено, собственно, в генплан развития города. То есть здесь и о строительстве речь, чтобы улицы делать шире? Да, о строительстве, о планировании, опять же, о транспортных потоках. Ну, допустим, если делать велодорожку настоящую, которая бы помогала не просто кататься по набережной, а соединяла бы какие-то участки у нас города, то микрорайон и центр города. Вот, допустим, это достаточно интересное место, потому что студенты ездят туда-сюда. Почему бы, допустим, в теплое время, ну, это с мая, там, по ноябрь, допустим, по октябрь не пересесть им на велосипеды? Ну, опять же, здесь подтягивается проблема в инфраструктуре остальной, велостоянки, велопереходы, ну, какие-то велосветофоры, обводки, развязки, вот и все. Ну, в общем, реально пока вот справиться с улицей Красноплодской. Да. Следующая «Велоночь» будет когда? Будет, скорее всего, в следующем году. А в этом году будут мероприятия какие-то «Амурбайк» проводить или участвовать? «Амурбайк» постоянно проводит мероприятия за городом, гонки различного уровня, различных сложностей. То есть следить нужно за информацией? Да, на сайте «Амурбайк» ровно, все есть. Спасибо большое. У нас сегодня в студии был Михаил Кобзарь, волонтер акции «Велоночь 2014», член клуба «Амурбайк». Мы сегодня говорили о том, насколько реально упорядочить движение велосипедистов в Благовещенске, и как это можно было сделать. Спасибо. Спасибо.